Новый 2022 год для корреспондента телеканала «Отерар» особенный. Айжан Гермекозе, ее супруг и сын по китайскому календарю – полосатые хищники. Все родились в год тигра. Сама Айжан, несмотря на хрупкую внешность, наделена сильным характером. Лидерские качества и целеустремленность стали проявляться еще в школе. Повзрослевшая тигрица добилась успеха и на работе. Активная Айжан – редактор детских и молодежных программ. Но главным своим богатством многодетная мама называет своих детей. Их у нее пятеро. Вот и пришел наш год. Это мой год, год тигра. Я думаю, что этот год будет для меня, для моей семьи очень удачным, очень таким хорошим годом, так как у меня и муж в год тигра родился. И у меня дома сын тоже родился в год тигра. Так что у нас в семье, наша семья – семья кошачьих. Многие говорят, что я похожа как бы на тигра и что такая же целеустремленная, такая же властная как бы, да. И, ну, конечно, наверное, черты они все-таки дают. Знать, год все-таки же в этом же году родила, родилась. И у нас и папа такой, и сын такие целеустремленные, они такие упорные очень. Например, хоть дождь, хоть снег, хоть прям, что мой сын, например, ходит на тренировки. У нас папа, если что-то задумал, обязательно должен дойти до конца, должен на финиш, да. Мы вот, например, с семьей, если участвуем в каких-то состязаниях, мероприятиях каких-то спортивных, мы всегда вместе командой, да, сплоченной. И у нас папа всегда. Мы должны завоевать первое место. Второе, третье места у нас такого нету. Вы являлись качество лидерства, как бы, да. Я и в школе была старостой, такой активисткой. И в университете тоже самое. Все мероприятия, все всякие вот эти. Была активистка и всех студентов весь свой курс, вела за собой. Ну и на работе. Ту-ту-ту, все нормально, все хорошо, работаем. Люди, рожденные в год тигров, вспыльчивы и упрямы. В семействе хищников сложно прийти к единому мнению. Да, в семье бывают разногласия. Три тигра, три разных характера, сильных характера. И у каждого есть свое «я», и каждый хочет свое доказать, что он прав, что он лидер дома. Ну, я, как хорошая жена, всегда уступаю мужу. Объединяет с тигром и любовь к мясу. Бешпармак, шашлык, манты – любимые блюда семьи. Что мы схожи с тиграми, как, в чем? Мы очень любим мясо. Дети, сын обожают, муж обожает без мяса. Особенно такие большие, большие куски, вот такие. И мы любим кушать. А вот другие детки, да, которые, я замечаю, которые в других годах родились, да, они, как бы, любят что-то такое легкое. Огурцы, фрукты любят, овощи любят, да. А вот именно вот мой сын, который родился в год тигра, и его папа, они любят мясное. Ну, я люблю манты. Ну, что там, не лук, не тыква, а именно фарш. Мясо было такое, больше с мясом. Что, шашлык люблю. Люблю бешпармак. Обожаю. Это самое любимое блюдо. И просто же есть такая шурпа с мясом. Вот люблю просто ее. Китайский Новый год с давних времен считается главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии. В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала Нового года по лунному календарю нет. В 2022 год благородного хищника наступит 1 февраля. И именно в этот день жители Поднебесной из стран Восточной Азии встретят 4720 год. И тигр станет полноправным хозяином года. В китайской культуре тиграм принадлежит особенный статус. Поскольку в Поднебесной не водятся львы, то именно тигра китайцы называют царем зверей. И возможно, что происхождение иероглифа ван, который означает «король», произошел именно от рисунка, расположенного на лбу полосатого хищника. Кстати, в древности, отправляясь на охоту или на войну, люди рисовали этот иероглиф на лбу. Считалось, что это даст человеку силу – тигра. В Шемкенском зоопарке обитают два амурских тигра – самец и самка. Им по пять лет. Характер и повадки у кошачьих сильно отличаются. Мишель у нас самка более спокойная, покладистая. А бег у нас более агрессивный. Иногда проявляет свой агрессивный характер. Тигры в природе более агрессивные, чем львы. Львы более спокойные. Питаются, мы по рациону даем им мясо каждый день и один раз в неделю даем живой корм. Мне очень нравится работать с тиграми. Они очень красивые, властные. Этот год тигра. Я считаю, мы должны, как тигр, должны быть более спокойными, более сдержанными и целестремленными. Надеюсь, что год тигра нам принесет счастье, успех и благополучие. Жители Поднебесной придают огромное значение числам. Для большинства местных жителей принципиально важно проживать в квартире со счастливым номером. Особое значение имеет и удачная комбинация цифр в номере телефона. За покупку красивого автознака китайцы готовы отдать целое состояние. По словам нумеролога, 2022 год пройдет под счастливой цифрой 6, которая отвечает за финансы, благосостояние и семейное благополучие. 2022 год идет в номерологии под управлением числа 6. Число 6 – это очень сильное число. Основные его характеристики связаны с финансами и благосостоянием, с уверенностью, со смелостью, с трудоспособностью. И это число идет под управлением планеты Венеры. А планета Венера – это брак, семья, дети. Семейная сфера больше идет. Все сферы жизни будут под руководством цифры 6. Цифра 6 любит смелых, отважных людей, тех, кто готов упорно и долго трудиться ради достижения своих целей. А вот тем, кто привык плыть по течению, придется нелегко. В Новый год по восточному календарю на телеканале ОТРАР по старой доброй традиции выйдет программа «Астролябия». Что сулят нам звезды, что по вкусу животному покровителю. Об истории и традициях празднования Нового года по лунному календарю. Елена Карпенко, Ирлан Бексейдов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.